Что это за чудо такое? Музей. Сегодня наш с вами разговор пойдет о музеях. Музей – это целый мир. Хотите узнать все о его сокровищах, о людях, которые там работают, и о том, какие бывают музеи? Можно ли трогать произведения искусств руками? Кто дарит музею подарки? Что происходит в хранилище? Как собрать свою собственную коллекцию? Ответить на эти и другие вопросы помогут книги, представленные на выставке, оформленной в зале библиотеки имени Каковина и приуроченной к Международному дню музея, который отмечается 18 мая. Книгу «Полиш открывает музей» про смешных лесных человечков Полиша и Йому нарисовала и написала норвежская писательница и художник Осхиль Юнсен. Герои книги «Полиш» любят собирать вещи. Много лет он собирал все подряд, и вдруг в ящиках, коробках и на полках кончилось место. Полиш скопил слишком много вещей. Что же делать? Полиш разложил предметы по коллекциям. Коллекция листья. Коллекция щепки, палки, ветки. Красивая и гнется. Вещи разобраны, и каждой привязана бирочка с названием. Если вы все время что-нибудь находите и подбираете и не знаете, куда все это девать, то эта книга для вас. Как навести порядок в своей коллекции и стоит ли открывать собственный музей? Полиш и его подруга Йолма решили попробовать. И что же из этого вышло, вы узнаете из книги «Полиш открывает музей». Вместе с героями книги «День музея» Кларой и Яном читатели отправятся в большое и увлекательное музейное путешествие. Вы станете свидетелем настоящего ограбления. Посетите музей-корабль. Всей семьей сыграете в мини-викторину и сделаете своими руками рамку для шедевра. Авторы книги – Флоренс Дюката и Шантель Петен. В столице России есть музеи, посвященные истории, географии, геологии. Есть музеи литературные, художественные, музеи мемориальные, музеи, которые рассказывают о жизни какого-то великого человека. Музеи усадьбы и музеи-памятники. Музеи очень старые и совсем молодые. Музеи и принадлежность музеев самые разные. Посетить все московские музеи за один приезд невозможно. Это трудно сделать, даже прожив в городе, всю жизнь. Вот мы и хотим помочь вам, если не увидеть, то хотя бы узнать о существовании некоторых любопытных музеев столицы. В этом нам поможет выпуск журнала «Детская энциклопедия. Мал музей. Да дорог». Выпуск журнала «Детская энциклопедия. Третьяковская галерея. Страницы истории» посвящен истории государственной Третьяковской галереи и ее основателю Павлу Михайловичу Третьякову. Из этого выпуска мы узнаем о настоящей сокровищнице русского изобразительного искусства – Третьяковской галереи. В центре Санкт-Петербурга на набережной Невы напротив Петропавловской крепости расположен крупнейший музей России – Государственный Эрмитаж. В его коллекциях около трех миллионов экспонатов. Более полмиллиона томов насчитывает Эрмитажная библиотека. Чтобы обойти все залы этого музея, потребуется проделать путь в 22 километра, а для внимательного просмотра всех представленных здесь экспонатов не хватит и 15 лет. Вместе с выпуском журнала «Детская энциклопедия. Эрмитаж» предлагаем совершить небольшую экскурсию по этому музею. Книга рассказов Юрия Алянского – не путеводитель по музейным залам Русского музея, а повествование лишь о некоторых произведениях Русского музея, которые показались автору особенно интересными своими художественными особенностями и судьбой. Вернемся в историю. В Санкт-Петербурге на берегу Невы стоит большой дом с башней посередине. Построен этот дом по приказу Петра Великого больше трехсот лет назад. Это самый первый музей России, прадедушка всех наших сегодняшних музеев. И называется он «Кунсткамерой». «Кунст» по-немецки значит «искусство», «камера» – это «комната». «Кунсткамера» значит «комната искусств». Музыкальные музыкальные шкатулки. И такие большие, что поднять нельзя. И совсем маленькие, из которых выскакивают малюсенькие птички и поют. Покажут необычные деревянные часы. Одни из них увенчаны деревом, которое находится под стеклянным колпаком. На дереве с ветками на ветку прыгают птицы. Покажут африканские, китайские и мексиканские маски. Деревянные доски, на которых вырезаны формы для пряников. Покажут колокольчики и бубенчики для овец, коров, верблюдов, ослов и даже кошек. И еще много других удивительных вещей из разных стран. Перед вами книга-квест. Музей живописных загадок. «Путешествие в картину. Викторины. Загадки. Головоломки». В ней много картин и вопросов к ним, посвященных интересным фактам из истории живописи. Это не значит, что в ней совсем нет текста. Текст есть. И он – ваш главный помощник и подсказчик. Но прямых ответов вы вряд ли найдете в книге. Практически над каждым вопросом придется поломать голову. Интересен сам процесс разгадывания загадок. Раскручивая клубок тайн, отвечая на самые разные вопросы, вы будете узнавать историю создания полотен и судьбы их автора. Продолжение следует...